МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели. Главные рязанские темы, события и тенденции». Вот что мы посчитали наиболее достойным внимания в эти дни. Дашковские проблемы, ситуацию с загрязнением в Южном промызле Рязани и Дашково-Песочни прокомментировали в природоохранной прокуратуре и региональном правительстве. Суд над медиамагнатом и депутатом, учения в Борках и Кремле, проступок и наказание футбольных фанатов, дайджест чрезвычайных происшествий в рубрике «Неделя полицейских». На выход рязанские полицейские выдворили очередную партию нелегалов. Водные уборки на этой неделе берега рязанских водоемов стали чище. Надолго ли? События недели, причем красивые и романтичные, это последние школьные звонки. Министерство образования России подсчитало, что в этом году попрощаются со школой 750 тысяч выпускников. Для справки, традиции последних звонков, сообщает агентство РИА Новости, уже около 70 лет существует в нашей стране. Впервые праздник прошел в одной из московских школ. Через некоторое время его стали отмечать по всей Руси Великой. Итак, колокольчики, банты, белые фарточки времен СССР, новые костюмы и молодые лица, улыбки, а главное радость и надежда в глазах. У них все впереди, только что же это такое? Все. Кстати, во многих регионах в период последних звонков местные власти ограничили продажу спиртного. Надо напомнить, что по закону в России есть пять дней в году, когда действует сухой закон. Другие инициативы на разумение руководителей городов и весей. Вот, например, Ульяновск, так сказать, засушил 25 мая, и в это воскресенье крепче 15 градусов в магазинах ничего не продают. А краевым постановлением ставропольских властей 25-го спиртное вообще продавать не будут. Хотя в тех местах, где вино в каждом дворе свое, это как-то не очень пугает празднующих, да и всех прочих жителей. В Рязани продажу напитков не запрещали. Но главное, конечно, не в том, сумеет или нет поддать выпускник. Главное, что у сотен тысяч молодых людей наступает новый жизненный этап, новый шаг, новый поворот. И как в песне, что он нам несет. Рязанские выпускники в пятницу на время перекрыли движение в центре города. Ну, ничего тревожного в этом не было. Более того, сбор был санкционирован властями. Да и то, пусть у детей будет праздник. Тем более, что детьми они быть перестанут совсем скоро. Провожала выпускников в новую жизнь Оксана Тебенихина. Во всех школах нашего города сегодня прозвучали последние звонки. Со слезами на глазах и счастьем в сердцах ребята прощаются с уроками, контрольными и школьными годами. Это действительно радостный и очень трогательный момент для ребят и для родителей и для преподавателей. Конечно, очень странно, что уже все, все закончилось. Как-то быстро прилетел этот год. К экзаменам уже, ну, не знаю, ну, матраша реально есть. Ну, дальше куда? В университете будете поступать? В Рязани остаетесь? Нет, да, постараемся, да. Остаемся вырезать. Не знаю, посмотрим. Как пойдет. Как пойдет. Куда поступим? Такое событие, 11 класс заканчивается. Такое нужно встречать. Я думаю, что каждый человек ждет этого события, потому что, ну, на самом деле, это очень много значит. И очень грустно будет прощаться со всеми этими ребятами, с которыми столько всего вместе прошли. И, в общем, очень грустно и весело, одновременно. Праздник все, конечно, ждали, но, к сожалению, он даже больше грустный, чем веселый. Потому что все, прилетели 11 лет, и мы больше не вернемся в эти школы, в наши школы, как ученики. И это очень печально. Выпускников поздравили губернатор Олег Ковалев и митрополит Рязанский Михайловский Вениамин. Глава региона сказал выпускникам напутствующие слова, пожелал им удачи и дал добрые советы. Думаю, каждый из вас уже сделал выбор своей будущей профессии. Желаю поступить именно в те учебные заведения, в которые вы стремитесь. У вас все непременно получится. Главное, не пасовать перед трудностями и настойчиво идти к поставленной цели. В добрый путь, дорогие ребята. Счастья вам, здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей вашей жизни. Уже не школьники, но еще и не студенты. Прекрасное время. Впереди у ребят вся жизнь. Будут и взлеты, будут и падения, и снова взлеты. Но сегодня их праздник, их день. Отдыхайте, набирайте сил перед экзаменами. И удачи вам! Наши будущие дети, повторяйте, повторяйте. От болезней и невзгод добротой защищайте. Дадим любовь темною, будет больше в мире света. И тогда Россия, наши многие лета, многие лета. Почти сразу после выпускных праздников и восторгов наступят суровые будни испытаний. Первый единый госэкзамен уже во вторник, 27 мая. А в этот четверг председатель российского правительства Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции совещание с участием образовательного начальства страны и руководителей регионов, на котором как раз и обсуждались ЕГЭшные вопросы. Премьер сразу заявил, что считает единый госэкзамен вполне прозрачной системой проверки, которая способна определить реальный уровень знаний школьников. Так что вопросы типа, а может быть придумаем что-то другое, сразу отпали. Кроме того, Медведев заявил, что система ЕГЭ и организация его проведения непрерывно совершенствуются. Участвовал в конференции наш губернатор Олег Ковалев. Он представил данные по региону. Вот некоторые цифры. На территории Рязанской области в этом году единый госэкзамен будет проходить по 14 общеобразовательным предметам. В основные сроки с 26 мая по 19 июня ЕГЭ сдают 5185 человек. Сформировано 46 пунктов проведения экзамена. Обеспечивать ЕГЭ будут более 3500 человек. Теперь о народных чаяниях, которые активно высказывались на этой неделе. Речь идет о сражении рязанцев с выхлопами нефтезавода, которые действительно всех уже достали до печенки. Хронология последних событий такова. В конце минувшей недели активисты группы песочинских жителей заявляют, что их многострадальный район надо бы объявить зоной экологического бедствия. Дышать стал нечем, химические запахи отдалели. Далее проходит встреча жителей с рязанским начальством. От чиновников до представителей прокуратуры. В прошлом декабре Рязанская природоохранная прокуратура прям заявила, что главный источник сильных и неприятных запахов в песочной Турлатовой – это как раз нефтезавод. Также было установлено, что компания систематически сбрасывает в речку Листьянку недостаточно очищенные источные воды. По итогам этой проверки возбуждено 4 административных производства по различным статьям Административного кодекса, предусматривающим санкцию вплоть до приостановления деятельности предприятия. Анализ, который проведен экологическими службами области, показал, что все-таки наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит нефтеперерабатывающий завод. Вклад остальных предприятий, он ничтожно малый, и, в общем-то, их влияние не доходит до населенных пунктов, вот до этих микрорайонов. В этот вторник на заседание регионального правительства дал свои комментарии губернатор. И источники проблем у нас давно уже определены. Мы знаем, что это очистные сооружения РНПК. И, как вам известно, после перехода РНПК в состав Роснефти нами было подписано соглашение с Роснефтью, в котором одним из пунктов стоит реконструкция очистных сооружений, в том числе и мехочистки, которые находятся на территории завода. Стоимость реконструкции очень большая. Это порядка 50 миллионов долларов. Но Роснефть идет на это, и сегодня выполняются проектные работы. И по завершению проектных работ специалисты Роснефти должны будут приступить к реконструкции этих очистных. Мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы ускорить включение в работу, в реальную уже работу по реконструкции Роснефти. И, как нарочно, на днях завод выдал в Рязанскую атмосферу такую порцию зловония, что запах проник в квартиры жителей железнодорожного округа. Таков был ответ нашего нефтегиганта на всю активность жителей. И последнее из нефтяных событий – письмо рязанских депутатов к главе Роснефти Игоря Сечину. Прямо запорожские казаки с посланием турецкому султану, только культурным. Смысл бумаги таков пишут тебе, нефтяной российский батюшка, народные избранники рязанских жителей. Беспокойно нам всем, что воздух загрязнен, а ваш коварный завод никого не слушает, а честные сооружения не модернизирует, вредное вещество по речкам разбрасывает и так далее, и тому подобное. В общем, налицо нарушение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья. Подписали послание депутаты областные и городские, а что теперь будет, кто знает. Волновался ведь уже народ, и письма писал, и на улицах шумел, а нефтяной монстр пыхтит, всякую дрянь в воздух выбрасывает, и никто на него у корота до сих пор не нашел. Рейды недели привели рязанские полицейские, шерстили иноземцев, незаконно пребывающих на нашей территории, а также пресекали так называемые резиновые квартиры. Дело в том, что не так давно президент России Владимир Путин подписал ряд поправок, которые ужесточили ответственность за нарушение правил учета населения, за фальшивые регистрации. У поправок сразу появилось название «Закон о резиновых квартирах». Теперь за фиктивную регистрацию предполагается штраф до полумиллиона, а то и принудительная работа на пару-тройку лет. За проживание в квартире без регистрации будут подтягивать к ответственности и того, кто там обитает, и собственника жилья. На днях рязанские полицейские провели резиновые рейды, проверяли места проживания иностранцев, а также места их работы. Подозрительные личности доставлялись в участок, дактилоскопировались и прояснялись. Есть данные, что на сегодня в нашей области возбуждено около 60 уголовных дел, связанных с фиктивной регистрацией. Действительно, так называемые резиновые квартиры доставляют немало неудобств гражданам, которые соседствуют с этими обиталищами. Здесь вам и шум, и запах, и антисанитарий, да и вообще явные нарушения закона под боком. Главное, советуют правоохранители, если у вас по соседству появилось веселое сообщество, действовать надо в рамках закона, направить жалобу участковому, который всегда честен и не крышует эти самые пресловутые резинки, а также привлечь к решению проблемы соответствующие органы власти. К сведению, Федеральная миграционная служба России ежегодно фиксирует более 6 тысяч резиновых квартир. Также вскоре надо ждать дополнительных мер по, так сказать, квалификационному просеиванию мигрантов. На пресс-конференции во время поездки в Новосибирск вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что мигрантов необходимо проверять на соответствие рабочей квалификации при их трудоустройстве в России. По всей видимости, разваливающиеся от применения дешевой рабочей силы дома уже стали проблемой всероссийской, а качество уличного фастфуда, разных там хычинов и прочего, устраивает лишь некоторых недобросовестных проверяющих. Ну, в плане личного обогащения. На этой неделе свои рейды провели добровольные помощники наркополиции. Волонтеры содействуют правоохранителям в уничтожении злодейских надписей на стенах с указанием кривой дорожки к покупке запрещенных курительных смесей. В рейде была Ирина Ковалева. Неприметные с виду номера телефонов, появляющиеся на домах. Кто-то не обращает на них внимания, а для кого-то они становятся настоящим кошмаром. Особенно для родственников тех, кто попробовал и пристрастился к синтетическим наркотикам. 22 мая представители управления госнаркоконтролем, созданного при нем в марте этого года молодежного совета, а также юные волонтеры из рязанских школ в очередной раз вышли на улицы города, чтобы помешать распространению этой заразы. Эта данная проблема сегодня очень актуальна, так как борьба с наркоманией – это самый главный вопрос в стране целом. Мы активно боремся с этим, и невзирая на погоду, хоть солнце, хоть дождь, хоть снег, мы выходим и закрашиваем надписи, как «Спайс», «Аромамикс», «Природа», потому что по данным номерам идет главная проблема – это связь с наркопритоном. В этот раз в акции приняло участие около 60 человек. Работа проходила в центре города, в районе Московского шоссе и в Канищево. Волонтеров не остановило ни обилие надписей, ни изнуряющая жара. Очень большое предложение, на это есть спрос. И сейчас очень молодежь пошла, не такая, какая надо. Очень много наркоманов, мне просто жить так неохота. И поэтому помогать людям, делать добро – какая разница, какая погода. Подобные акции стараются проводить как можно чаще, хотя бы дважды в месяц. Ведь новые надписи появляются каждый день. А это значит, растет вероятность, что еще у кого-то появится соблазн попробовать синтетические наркотики. На этой неделе было немало событий в культурной и духовной жизни рязанцев. Так, напомним, 2014 год, 700-летие, со дня рождения святого преподобного Сергия Радонежского. В Рязанском Кремле в рамках юбилейных мероприятий прошла торжественная встреча иконы преподобного с частицей его мощей. Возглавил ее глава Рязанской митрополии, митрополит Рязанский Михайловский Вениамин. Горожане встречали икону преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей у здания Рязанского епархиального управления. Крестным ходом ее принесли в Христорождественский собор в Кремле. Сергий Радонежский, основатель Троицы Сергиевой Лавры, преобразователь монашества в Северных княжествах Древней Руси, почитается Русской Православной Церковью как величайший подвижник. В этом году отмечается 700-летие со дня рождения святого. Из жизни описания преподобного Сергия Радонежского известно, что в детстве он с трудом обучался грамоте. Все изменилось, когда в 13 лет к нему явился старец-химник, и после этой встречи будущий великий святой стал хорошо учиться. Потому считается, что молитва преподобному Сергию помогает нерадивым ученикам приобрести необходимую прилежность в обучении. Также отец Сергий вошел в историю Руси и как политический деятель. Он многократно останавливал кровавый распри между удельными князьями. Для нас преподобный это в первую очередь молитвенник за землю Руси, молитвенник за нас с вами, молитвенник за всех учащихся, тех людей, которые у нас учатся, и с нему приспособляет во всех трудностях жизни нашей. Чудотворный образ преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей пробудет в Рязани до 29 мая. Также на этой неделе в Рязани проходил Всероссийский библиотечный конгресс. Напомним, в этом году наш город стал библиотечной столицей России, а потому и такой масштабный проект проводился именно у нас. Тема конгресса – библиотеки в год культуры. В программе репортаж Ирина Ковалевой с одного из мероприятий конгресса. В третий день работы Всероссийского библиотечного конгресса в областной научной библиотеке имени Горького открылась 15-я выставка книжной продукции и оборудования для библиотек, музеев и других учреждений культуры. До чего дошел прогресс? Участникам конгресса и другим посетителям выставки рассказывали разработчики новейших многофункциональных систем, большая часть которых специализируются на автоматизации библиотечных процессов. С их помощью возможно упрощенное проведение инвентаризации и даже процессы выдачи книг. Вот такая установка автоматически записывает до 10 взятых книг на электронный читательский билет, а специальные ворота оповещают звуковым и световым сигналом о незаписанных читателям ресурсах. С помощью таких ворот осуществляется не только противокражная функция, но и функция статистики. В результате библиотекарей, а для них это очень важно, эта функция позволяет автоматически учитывать посещение, посещаемость читателей и оборот фонда, то есть какие книги берутся чаще и какие реже. Также здесь представлена система адресной доставки книг с помощью так называемого телелифта. Он представляет собой монорельсовую транспортную систему, доставляющую книги из книгохранилища в читальный зал или на абонемент. Конечно, подобное устройство интересует в основном участников конгресса, а вот рядового посетителя больше заинтересовала выставка книжной продукции. Огромное количество литературы самых разнообразных жанров по ценам от производителя, то есть фактически в два-три раза меньше, чем в книжных магазинах. Но даже если не купить книгу, а просто вот побыть, походить между выставочными стеллажами, увидеть в одном месте такое и не в магазине, такое обилие, такую книжную роскошь, это уже огромное удовольствие. Еще один уникальный экспонат выставки – передвижная библиотека для детей. Подобный библиобус в Рязани увидели впервые. Руководство библиотеки имени Горького надеется, что когда-нибудь такие автобусы будут и в библиоарсенале нашего города. Вы смотрите аналитическую программу телекомпании «Город». Время говорить итоги недели. Коротко о темах второй части проекта. Водные уборки на этой неделе берега Рязанских водоемов стали чище надолго ли? Суд над медиамагнатом и депутатом учений в Борках и Кремле проступок и наказание футбольных фанатов. Дайджест чрезвычайных происшествий в рубрике «Неделя полицейских». «Будет цирк» – глава всех российских циркачей сообщил о скором начале капитального ремонта здания, где творятся чудеса. Продолжаем программу. На этой неделе рязанский народ убирал мусор на берегах водоемов. Местные власти и общественные организации пригласили горожан привести в порядок побережье в рамках соответствующей всероссийской экологической акции. В конце мая-начале июня 2014 года в России проходит акция по уборке берегов нашим рекам и озерам чистые берега. Как сообщается на федеральном портале «Вода России», 47 регионов уже заявили о своем желании принять участие в этом благородном мероприятии. К этой акции присоединился и наш город. Рязанские школьники и студенты убирали мусор в районе лесопарка, приводили в порядок берега реки. Трубеж, рек Павловка и Плетенка. Мы решили своей организацией присоединиться к этому мероприятию, потому что мы считаем, что места, где мы отдыхаем, должны быть все-таки убраны. И каждый должен убирать за собой. Поэтому, если, грубо говоря, кто-то не смог убирать за собой, мы должны выйти и помочь природе, для того, чтобы стало чисто, была нормальная экология. И если не мы, то кто тогда? Мы, когда ходим по городу, нам не нравится, что везде, например, лежит мусор. Везде люди, как бы, мусорят, везде люди плохо ведут себя. Мы решили убрать прибрежные места. Я очень беспокоюсь о чистоте нашего города. Ведь Рязань раньше была в одном из первых мест по чистотере, ну, вот, города Рязанского. А сейчас каждым годом она загрязняется. И это очень плохо сказывается на экологии и на чистотере. Проблема экологии уже давно приобрела глобальные масштабы. Но самое обидное здесь в том, что именно от нас самих зависит, каким воздухом мы дышим, какую воду пьем и в насколько чистом мире живем. Но мусор возникает, естественно, в первую очередь от людей, которые здесь отдыхают и не хотят убирать за собой. Но если они не хотят, приходится убирать нам, всем вместе. Поэтому я, как представитель природоохранного органа, контролирующего, правоохранительного, хочу сказать людям, отдыхающим, любите природу, не загрязняйте ее. Радует то, что неравнодушных людей становится все больше и больше. Все чаще проводятся подобные акции, собирающие многочисленных участников. И, конечно, хочется надеяться, что все же станем мы, в конце концов, ответственнее по отношению к природе. Пока еще не поздно. Храня тревогу и тоску, мы бережем реку Аку. Она для нас красивее всех. Любить Аку – это не грех. Сплотим совместно наши силы и будем вместе до могилы. Ее как надо очищать. И мать природу не огорчать. Пусть лес у нас в Рязани зеленеет. Аку в обиду мы не отдадим. Мысль о природе всем нам душу греет. Мы для людей природу сохраним. Ну и визитом недели можно назвать приезд в Рязань главного циркового начальника России Вадима Гоглоева. Недавно он возглавил Росцирк. О Вадиме Черменовиче Гоглоеве пишут как об основателе цирка «Крокотук», который получил гран-при на международном фестивале во Франции. Также Гоглоев являлся сопродюсером театрального циркового шоу «Спящий красавица». Однако не цирком единым жив этот человек. Известно, что Вадим Гоглоев возглавляет, или уже, может, до недавней поры возглавлял, группу компании «Метрополия», владея бизнес-центром, торговым центром, двумя ресторанами и двумя предприятиями быстрого питания. Сейчас новый начальник объезжает цирки России на предмет выявления необходимости ремонтов. В своих первых интервью он говорил, что намерен увидеть все собственными глазами, а также добавил, что многие здания цирков пребывают в неудовлетворительном состоянии. А в разговоре с корреспондентом «Известий» Гоглоев сообщил, что в прошлом году план капитального ремонта цирков был фактически провален. Должно было быть отремонтировано шесть цирков, а в итоге сделан только один сочинский. Пять цирков перешли в план на этот год. «Я корректирую эту программу», – сказал тогда «Известием» Гоглоев. По Рязанскому цирку вчера Вадим Гоглоев ходил долго, изучал состояние не только здания, но и подсобок, общежития, а также гаражей. Да и то, нашему цирку за 40, а капремонта ни разу не было. В конце этого лета, сообщил Вадим Гоглоев, он уже начнется. Надеемся и закончится ремонт оперативно, а то, как мы без цирка? Один телевизор гляючи, да кино про бандитов. Совсем запечалимся. И завершить сегодняшнюю программу дайджест событий серии ЧП. Глеб Галушкин представляет рубрику «Неделя полицейских». В начале недели рязанские оперативные службы отрабатывали действия в условиях железнодорожной аварии. По условиям учений был сымитирован сход с рельс пассажирского поезда. Спасатели, пожарные, медики и полицейские устраняли последствия аварии и спасали пострадавших. Такие учения – это возможность отрепетировать действия в экстремальных условиях чрезвычайной ситуации и проверить, насколько слаженно могут работать люди, насколько подготовлена техника. Еще одни спасательные учения прошли в историко-архитектурном музее-заповеднике. По легенде, учения загорелся архив. Уникальные и не очень документы в прямом смысле слова дали жару. Первыми к месту пожара прибыли бойцы музейной добровольной пожарной охраны. Смельчаки помогали эвакуировать людей и начали сражения со стихией. Но через пару минут прибыли и профессионалы. Настоящие брандмейстеры с выдвижными лестницами, пожарными рукавами-брандсбойдами и даже так называемым кубом жизни, надувной штуковиной, на которую прыгают с верхних этажей застегнутые огнем бедолаги. Рязанские же полицейские на этой неделе на футбольном матче задержали более 10 фанатов. Напомним, в понедельник наша команда «Звезда» принимала воронежский факел. Видно, факела на поле болельщикам не хватило. И кто-то на трибунах хозяев вожег фаер, дабы ярче выразить свои фанатские чувства. Вывести нарушителя оказалось затруднительно. За своего вступились коллеги-болельщики. Но, вспоминая Высоцкого, который писал, что даже Хаттабыч, супротив милиции, ничего не смог, зафиксируем. Дебоширы были культурно задержаны и доставлены в первый отдел полиции. Составлены протоколы. А любителю посмотреть футбол с огоньком надо будет оплатить штраф. Но поскольку факельщик оказался несовершеннолетним, раскошелиться придется его родителям. Размер штраф по действующим нормам составляет от 3 до 10 тысяч. На этой неделе в Советском районном суде Рязани служилось уголовное дело в отношении учредителя газеты «Вечерняя Рязань» Валерия Рюмина и депутата Совета Ворсковского сельского поселения Рязанского муниципального района Сергея Панина. Оба обвиняются по статье вымогательства группы лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере. Такой была эта неделя, ее события, ее люди. Впереди у нас последняя шестидневка мая, следующее воскресенье наступит уже летом. Хорошей нам всем погоды, добрых известий, интересных встреч и событий. До встречи. Увидимся, как обычно, в эфире программы «Время говорить». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА